Добрый день! Сегодня наша лекция будет посвящена материалам в современной медицине. Вообще, в принципе, люди задумывались о проблемах материаловедения еще давно. Как вы думаете, сколько уже люди думают о таких важных для себя проблемах? Ну, какие-то догадки. Сколько? Сколько? Вообще, в принципе, люди пытались воспроизводить какие-то части своего тела, то есть сделать какие-то протезы и думать о тех материалах, которые нужны им для протезов, еще со времен Древнего Египта. Протезы известны уже такие, как примерно 3000 лет. Но все это, конечно, были раньше очень примитивные протезы, которые просто хотя бы имитировали часть человеческого организма, будь то палец, нога, либо руки. То есть, ну, как-то похоже на ногу, ну и хорошо, и все. Но основной скачок в материаловедении, в медицинском материаловедении, естественно, это произошло все в 20 веке. Но вот перед вами на слайде такой классический подход 20 века к применению различных материалов в медицине. Изначально, вот, например, люди пытались использовать металлы, такие, как и титан, они сейчас до сих пор используются, для того, чтобы вставлять их в некоторые части человеческого организма, например, для скрепления костей. Ну, почему? Ну, потому что металлы обладают высокой прочностью. Ну, например, титаны. Они достаточно бывают легкие, как титан, и так далее. Отдельно пытались использовать полимерные материалы в силу их большей функциональности. Керамические материалы, вам известные, например, по зубным протезам. Если мы берем полимеры, керамику, металлы, как-то их смешиваем, то мы можем получать композиционные материалы. Для чего? Ну, для того, чтобы как-то пытаться удовлетворить двум важнейшим критериям для человеческого организма. То есть, прочности материала и его функциональности. Но в чем тут возникает проблема? Если вы сделали, например, металлический или полимерный палец, ну, мало того, что вы его сделали по форме пальца, надо бы, чтобы он еще мог сгибаться, выполнял какую-либо функцию, чтобы он был биосовместим, то есть, он не отторгался организмом, максимально сращивался с этим организмом, то есть, чтобы человек чувствовал новое инородное тело как на самом деле часть своего собственного тела. И вот это была большая проблема, и до сегодняшних дней это проблема материаловедения, которая постепенно все-таки решается. Но вот это классический подход XX века — создание просто отдельных материалов и композиции, композиционных материалов из них. Что же сейчас самое модное, самое трендовое вообще в принципе в области медицинского материаловедения? Это создание так называемых биомиметических материалов. Советую, кто не знает, запомнить это слово. Это то, что сейчас будет уже на слуху у всех. В принципе, это в научном мире уже как важнейший тренд около 5-10 лет, но сейчас он только набирает и набирает обороты. Что такое биомиметика? Что такое биомиметические материалы? Это такие материалы, такие изделия, которые в своей структуре повторяют какие-либо природные материалы. То есть, если вы хотите заменить кость человеку, тогда вот тот материал, который вы хотите использовать для замены костей, он должен полностью совпадать с костной тканью. То есть, должен быть таким же пористым, через него должны прорастать кровеносные сосуды и так далее. То есть, человек не должен чувствовать разницы. И вот это и есть принцип биомиметики. Сейчас как раз этот принцип стал очень активно применяться. Почему? Потому что технологии развиваются. Потому что начинают появляться такие важнейшие инструменты, как 3D-печать, например, и некие другие технологии, которые позволяют воспроизводить не только маленькие структуры, но и даже целые органы. С помощью подходов биомиметики можно имитировать мышцы, можно имитировать костную ткань, другие ткани, сосуды кровеносные, ну и большие органы. И основная идея этого подхода состоит в том, что мы как бы строим изначально орган либо материал, начиная с различных масштабных уровней – нано, микро и, соответственно, макро. Макро – это тот уровень, который позволяет как раз имитировать внешнюю форму какого-либо органа. То есть если вы хотите сделать кость, то вы должны сделать кость, похожую на натуральную кость. Это как раз может помочь сделать 3D-печать, как раз та технология, которая сейчас активно развивается. И с каждым годом, даже с каждым месяцем совершенствуется. Об этом мы поговорим чуть позже. Микроуровень – это уровень различных структур материала. Это вот то, что я говорил. Если вы хотите сделать кость, то кость должна быть пористой, потому что натуральная кость – она пористая. Это микроуровень. Наноуровень – это уже уровень молекул, каких-либо их организаций. И это тоже важнейшая составляющая биомиметического материала. И вот этот подход, когда мы строим материалы с наноуровня, дальше микро-макро, это называется подход архитектурирования. Точнее, в русском языке это слово еще не прижилось. В иностранной литературе это называется tailored architecturing, то есть построение материала по заранее известной некой модели. Но в русском языке мы сейчас активнее больше применяем слово архитектурирование. Ну и вот начнем с самых, наверное, известных, самых широко масштабно применяемых областей медицинского материаловедения. Это материалы для эндопротезирования. Вообще, в принципе, проблема эндопротезирования, она глобальна. Она глобальна во всех странах. Ну, во-первых, потому что население стареет. Вообще, в принципе, население планеты стареет. Мы хотим сохранять высокую подвижность, активность. Вне зависимости от того, получена у человека травма, либо в силу возраста ему становится сложнее ходить. Но в чем стоит основная проблема при эндопротезировании? Ну, то, что при повреждении сустава, либо при его истирании с годами, хрящ постепенно истончается и исчезает. И уже кость трется о кость, и, соответственно, возникают сильные боли у человека. А в чем такая, в принципе, проблема именно восстановления хряща? Ну, потому что, на самом деле, не все ткани человеческого организма могут вот так вот легко регенерировать и восстанавливаться. Если вы сломали кость, кость у вас растется. Но если у вас исчезает хрящ, вот он уже не может так хорошо и быстро восстанавливаться, в силу того, что там отсутствуют такие клетки, как клетки в костной ткани, которые могут легко себя строить. Вот в костной ткани есть так называемые остеобласты и остеокласты. Остеобласты – это клетки, которые строят новую костную ткань и позволяют заживать переломом. Есть остеокласты, которые, наоборот, ткань постепенно разрушают для того, чтобы она могла заменяться на новую. Но вот в хряще, к сожалению, такого нет. И это поэтому глобальная проблема, которая затрагивает к тому же очень сильно пожилое население вообще, в принципе, всего мира. И если уже такая ситуация, что нельзя имплантировать какой-то маленький кусочек хряща либо какие-либо другие методы применять лечение, то используется тотальное эндопротезирование сустава. Что это такое? Заменяется целая часть как бедренного компонента, так и тазовой кости. Вставляется вот такая вот ножка в костный канал. Чаще всего она делается из металлов, ну, таких хорошо известных металлов, как титан. Из такого шарика, который делается из керамических чаще всего материалов, и полимерного вкладыша, который как раз и имитирует хрящ. Но это, в принципе, уже известно давно, и несколько десятилетий это уже активно все применяется. Но из чего же делаются чаще всего эти полимерные вкладыши? А это самый-самый распространенный вид вкладышей для эндопротезирования. Они чаще всего делаются из того же материала, из которого делаются всепогодные катки. Знаете такие катки? Может, вы видели, там в торговых центрах устанавливается. Или вот говорят, что на Евровидении, когда Дима Билан победил, то Плющенко катался по такому льду. Естественно, это был не настоящий лед, это был искусственный каток, так называемый всепогодный каток, который может работать при повышенной температуре. Что это за материал? Знаете, это полиэтилен. И вот, соответственно, есть вопрос, а как это полиэтилен, такой вроде бы непрочный материал, может применяться в медицине? Вот нам всем известен полиэтилен как что-то такое совсем хрупкое, совсем такое дешевое, из чего можно делать, например, пакеты. И то эти пакеты рвутся постоянно, когда вы идете из магазина с кучей покупок, и это неприятно. Так что же такое нужно сделать с полиэтиленом, чтобы он стал прочным, чтобы его можно было использовать в медицине? Ну вот представьте себе структуру полиэтилена. Вот она слева. Это такие длинные-длинные молекулы. Представьте, что одна молекула — это некая ниточка. И что надо сделать тогда с ниточками, чтобы они, когда материал вы растягиваете, чтобы они не выскакивали из этого материала, чтобы нити, то есть молекулы, не рвались. Есть предположения? Да, все правильно, сплести. И чем больше этот клубок, этих нитей, этот молекул, тем лучше для материала. Вот мы возьмем ниточки. И вот представьте, что это в таком увеличенном масштабе кусочек полиэтилена, в котором вот эти длинные нити. Мы его берем, вот этот условный полиэтиленовый пакет или полиэтиленовый имплантат, и начинаем его растягивать. И вот нити постепенно выскальзывают из общего клубка. А что это значит? Каждая нить не рвется, но нити, тем не менее, друг относительно друга проскальзывают и выскакивают из клубка. И вот мы наблюдаем разрыв пакетика либо полиэтиленового имплантата. В чем проблема? А потому что нити как-то плохо переплетены. И почему они неплохо переплетены? Но они короткие. Чем длиннее нить, чем больше у вас нитки в клубке, тем у вас лучше будут нити сами по себе переплетаться. То есть их не кто-то переплетает, они сами по себе переплетаются. А это, кстати, наверное, проблема, с которой очень многие сталкиваются, особенно молодежь, когда вынимаете наушники из кармана. У вас тут всего лишь два наушника, а вот уже какие нити тут запутанные, у меня просто в кармане немножко полежали. Это самозапутывание. Причем есть математическая модель запутывания таких молекул. Это называется модель спагетти. Ученые итальянские специально запутывали спагетти и смотрели математически, как они статистически переплетаются. Вот это, кстати, и сама идея, как можно сделать полиэтилен прочнее. То есть сделать большие молекулы. И вот этот материал, этот полиэтилен с большими молекулами называется сверхвысокомолекулярный полиэтилен. То есть полиэтилен с большой молекулярной массой, то есть с очень-очень длинными большими молекулами. И вот он действительно сейчас, этот сверхвысокомолекулярный полиэтилен, уже применяется в медицине. В принципе, он применяется в медицине лет как 40. Но потенциально не реализована вся большая прочность этого материала. На самом деле его потенциальная прочность больше, чем прочность многих даже хороших марок стали. Об этом я еще чуть попозже скажу. И вот из-за того, что все-таки его прочность, его функциональные характеристики не полностью реализованы, поэтому возникает проблема того, что из 80 тысяч операций, проведенных в России в год, 9-12% нуждаются в ревизии, то есть в замене. А почему? Чаще всего, почти в 70% случаях, это связано с нестабильностью работы протеза. Но почему? Ну, он просто истирается. И вот перед вами рентгеновский снимок и отдельно, как выглядит протез после где-то 10-15 лет активного трения износа. Частички материала, полиэтилена, начинают выкрашиваться, отслаиваться от материала, попадают в зону трения и еще больше усиливают износ. Это вот представьте, ну, не знаю, кто на велосипеде катается, ну, или кто там на машине ездит. Если у вас песок попадет там в подшипник, что произойдет? Разрушение подшипника и его активный износ, потому что твердые маленькие частички оказываются в зоне трения и истирают поверхности. Вот то же самое абсолютно и происходит в нашем природном подшипнике, в нашем суставе. И вот так вот это выглядит уже под микроскопом. Постепенно, пока человек ходит с таким протезом, он его нагружает своим весом, либо прыгая, бегая, и где-то начинает зарождаться трещина. Зарождаясь, она начинает увеличиваться постепенно в размерах, и кусочки материала, вот они вот так вот выглядят, начинают отслаиваться, и пока весь протез не начинает разрушаться. И на данный момент такой гарантированный срок, нормальный срок работы протеза, это 10-15 лет, соответственно, дальше приходится очень часто менять. Ну, конечно, это все зависит от подвижности человека, от того, насколько он молодой, он спортсмен, не спортсмен и так далее. Но в среднем 10-15 лет. Но что же можно сделать, чтобы еще увеличить износостойкость, прочность такого полиэтилена? Как думаете? Что-что? Так, плетение, да. Почти верно. Это называется сшивка. Вот берут молекулы, молекулы полиэтилена, и создают между ними вот такие вот мостики. Сшивка бывает разная, это бывает химическая сшивка, радиационная сшивка, если останется время, я чуть подробнее потом расскажу. Но вот эта шивка действительно позволяет молекулы держать друг относительно друга и не позволяет им проскальзывать и, соответственно, выскальзывать из общего клубка и материал урываться. Но это все еще подход, который применялся лет 15 назад. А мы же с вами говорили о самых важнейших трендах материаловедения, биомиметические материалы. Тогда что нам нужно сделать, чтобы еще улучшить полиэтилен? Ну, наверное, посмотреть на его природный аналог, на сам хрящ. А хрящ сустава, он на самом деле неоднородный. Внутри он действительно состоит из хаотично распределенных клетов, хондроцитов и коллагеновых волокон, которые как раз создают упругость хряща. Но внешний слой, поверхностный, по которому как раз идет трение, он состоит из ориентированных вот таких вот структур. Соответственно, что мы можем сделать? Мы можем создавать вот такие ориентированные структуры уже в полиэтилене. И, соответственно, из такого ориентированного полиэтилена делать вкладыши протезов. Вот как это видно. Вот под микроскопом вот эта ориентированная структура так и выглядит. Есть некое направление, вот оно вдоль этой линии, как микроструктуры волокна располагаются. И вот сейчас уже разрабатываются вкладыши эндопротезов с увеличенным сроком службы. Мы это проводили уже по гастированным методикам, эти испытания. И мы можем прогнозировать стабильную работу таких протезов более чем 15 лет. Пока сейчас это только разработки, которые еще не вошли полностью в фазу клинических испытаний. Идут испытания на животных. Но это все на самом деле очень-очень близко к реальному применению. Следующее интереснейшее и огромнейшее направление материаловедения – это воспроизведение костных структур. То есть создание биомиметических костных имплантатов. Вот проблема замены костей – это гигантская проблема наряду с эндопротезированием суставов. Потому что травмы абсолютно бывают разные. Это бывают сложные травмы осколочные костей, когда приходится осколки убирать, заменять несколько сантиметров костной ткани. Бывают еще более сложные случаи, вызванные, например, остеосаркомами, когда человеку приходится удалять не только пораженной опухолью участок костной ткани, но и еще какие-то соседние участки, чтобы предотвратить возможное вторичное распространение остеосаркомы. Но проблема текущих используемых сейчас имплантатов в том, что они совершенно не похожи на натуральную кость. Сейчас как раз и применяется то, что я говорил. Берут титановые сетки, титановые штыри, целые металлические изделия, имплантаты, которые просто на себе несут нагрузку. Но в чем тут проблема? Они не являются пористыми, как наша костная ткань. Они не могут индуцировать специфические клеточные реакции. То есть они не являются биоактивными, они не вступают в связь с нашим организмом. Они поэтому вследствие своей инертности не могут срастаться адекватно с нашим организмом, с нашей костной тканью. Ну и возникает еще дополнительная проблема. Это тоже глобальная проблема. То, что при установке таких имплантатов, вообще, в принципе, при хирургических вмешательствах, до 20% операций осложняются присоединениями инфекций. Ну и сейчас в мире делается более 2 миллионов операций, подобных по замене участков костной ткани. В России делается более 200 тысяч операций. И на самом деле реальная цифра нуждающихся гораздо больше. Но рынок имплантатов, он очень-очень узкий. И вот что же можно сделать, используя подходы биомиметичности. Вот сверху перед вами полимерный имплантат, который полностью в своей структуре как раз и повторяет костную ткань. А кость, как мы уже с вами говорили, она может быть пористой. Но как, пористая она не вся, она пористая внутри. Это называется тропикулярная губчатая кость. Но внешний слой, он плотный, сплошной. Зачем это нужно? Ну, чтобы кость могла нести нагрузку. Соответственно, вот эти есть два слоя, которые имеют совершенно разную функциональность. Один слой, грубо говоря, упрочняющий. Второй слой нужен уже для прорастания кровеносных сосудов, доставки питательных веществ и так далее. То есть абсолютно два разных слоя. И мы можем имитировать в одном и том же изделии сразу же два слоя. И вот перед вами вот этот имплантат, но под микроскопом. Вот так вот выглядит вот эта внутренняя пористая часть. А вот так выглядит настоящая губчатая кость. Как вы видите, они практически идентичны. Но в чем тут состоит основная проблема? В том, что наша кость имеет абсолютно определенный размер пор. Потому что для того, чтобы прорастали клетки разных тканей, нужны разные размеры пор. Чтобы прорастали клетки костной ткани, нужны маленькие поры. Потому что сами остеобласты, клетки костной ткани, имеют размеры десяток микрон. Соответственно, поры такого размера нужны в имплантате. Но при этом нужны и большие поры, чтобы могли прорастать кровеносные сосуды. А это, соответственно, сотни микрон. И вот есть какое-то оптимальное распределение пор. Как видите на этой диаграмме. Примерно от единиц десятков до сотен микрон. И вот это все можно воспроизводить в имплантатах. При этом порисус должна быть очень-очень высокой. Это порядка 80-90%. В объеме должны занимать поры. При этом поры должны быть сопряжены друг с другом целой сетью каналов. То есть это, на самом деле, очень-очень сложная структура у нашей кости. Но с помощью текущих технологий это можно воспроизводить. И на каких же материалах это можно воспроизводить? Вот перед вами знаменитая диаграмма Эшби. Майкл Эшби – это профессор Кембриджского университета, который как раз и разработал этот подход построения таких диаграмм, которые как раз и показывают адекватность применения материала в той или иной области материаловедения. По различным осям можно откладывать какие-то очень важные характеристики. Например, модуль упругости материала и его трещиностойкость. Ведь, например, возьмем два таких параметра. Для костей это очень важно. А почему это важно? Ну, трещиностойкость – понятно. Чем больше мы ударяемся, тем больше возможностей того, что у нас будет расти трещина в имплантате, что он разрушится, что придется делать заново новую операцию. Поэтому это обязательно надо учитывать, когда мы подбираем какой-то новый материал. Модуль упругости – это тоже важнейший параметр. Что это такое? Ну, насколько материал может подвергаться деформации под нагрузкой. А вот в чем тут основная материаловедческая проблема? Дело в том, что если вы ставите металл в кость в качестве имплантата, то металл, будучи более прочным и обладая большим модулем упругости, он принимает на себя нагрузку. А, соответственно, участки костной ткани, которые находятся рядом с металлическим имплантатом, они уже не так сильно нагружены, потому что все несет на себя нагрузку имплантат металлический. А если они не нагружены, то костная ткань, а это по своей особенности, она начинает постепенно охрупчиваться, становиться более пористой. Но это ответная реакция организма. Если он не нагружается, значит, не нужно. И кость начинает ухудшаться, и вот это место между имплантатом и костной ткани становится хрупким и может сломаться. И вот надо подбирать такие материалы, которые идеально по своим механическим характеристикам подходят под кость. И вот посмотрите на эту диаграмму. Вот здесь вот находится, где желтый овал, трабикулярная, то есть пористая кость. Вот здесь вот находится кортикальная кость, то есть сплошная, внешний слой. И вот на вот этой диагонали между двумя типами костей расположены различные полимеры. Называются инженерные полимеры. И вот красными кружочками отмечены два самых важных полимера, которые сейчас используются в медицине. Это сверхвысокомолекулярный полиэтилен, о котором мы с вами уже говорили. И рядом с ним материал, который сейчас очень сильно набирает обороты. Это называется полиэфир-эфиркетон. Запомните сокращенное название. Пик. Он называется пик. Когда он был впервые синтезирован, это был очень дорогой материал. Да и, в принципе, до недавнего момента он являлся очень-очень дорогим. И в России его до прошлого года не синтезировали. Но вот с прошлого года уже на одном из предприятий Москвы удалось синтезировать этот материал для того, чтобы уже можно было применять его в медицине. И вот смотрите, вот у нас есть два классных материала, которые располагаются очень рядом с критикальной костью. Соответственно, что мы можем сделать? Используя подходы биомиметичности, то есть регулируя структуру материала, мы можем ходить вдоль вот этой диагонали и идти либо ближе к губчатой пористой кости, либо ближе к сплошной критикальной костной ткани. И вот как действительно выглядят такие имплантаты. Вот с собой несколько штук я привез. Это имплантат, из которого может вытачиваться, например, крыло тазовой кости. А это кусочек, который может заменять часть трубчатой кости. И вот он состоит из пористого сердечника, а сверху сплошной слой, имитирующий критикальную кость. Причем такие имплантаты могут делаться за одну технологическую операцию. То есть между двумя слоями нет никакой склейки. Как же это делается? Есть очень такой интересный подход, на который мы недавно получили патент. Можно смешивать полимер, например, с чем-то водорастворимым. Например, с поваренной солью, которая у каждого есть на кухне, и которая ничем организму особо и не вредит. И вот эту поваренную соль можно вводить в материал, а потом ее вымывать. И на том месте, где она вымылась, просто водой, обычной водой, остаются поры. И можно подбирать размер кристалликов соль таким образом, чтобы эта соль повторяла очертания будущих пор. Очертания и размеры будущих пор. И когда соль уйдет, останется вот такая замечательная пористая структура без какой-либо склейки, как вы можете видеть на этой картинке. И имплантаты, которые делаются по такой технологии, они уже не хрупкие, а они могут сгибаться абсолютно вот так вот пополам и не ломаться. И вот это, в принципе, уже сейчас оценили хирурги, потому что очень часто приходится интероперационно изменять форму имплантатов. А почему? Да потому что, когда одно дело хирург смотрит на рентгене, это выглядит по одному. А когда раскрыли, посмотрели, а что же там внутри действительно, может оказаться другая ситуация, и хирургу приходится прямо в процессе операции подрезать имплантаты. Если подрезать металлический титановый имплантат, это будет очень-очень сложно. То есть целые слесарные работы проводятся. Если вы имеете вот такой вот заведомо уже пористый имплантат, его резать гораздо легче. Стандартным, абсолютно хирургическим инструментом, и после этого подгонять под конкретный участок костной ткани и вставлять его в организм. Причем вот такие вот структуры, которые одновременно и пористые, и не пористые, они обладают колоссальной ударной прочностью. И вот вы можете видеть на вот этом видео замедленная съемка со скоростью 30 тысяч кадров в секунду. снимали, как падает груз на такую сэндвич-пластину, такой имплантат. После удара пористая часть начинает восстанавливаться обратно, и имплантат принимает свою изначальную форму. Причем никакие трещины уже не растут. И вот такая структура, как я говорил, она идеально подходит под нашу настоящую кость по своим микропараметрам. И, соответственно, в ней могут очень хорошо прорастать клетки костной ткани. И вот справа видите рисунок после имплантации, как выглядит материал. В него проросли соединительные ткани, есть участки образования костной ткани. А дело в том, что когда клетки извне, из организма приходят в имплантат, они должны сесть на поверхность, присоединиться к ней и дальше уже размножаться. Но если эти клетки не чувствуют под собой какой-то нужной, близкой для них поверхности, не чувствуют подходящей пористости, они там не будут нормально жить. Вот такие же структуры, которые как раз и повторяют полностью кость, они обеспечивают нормальное заселение клетками имплантата из нашего организма. Но что делать, если мы хотим заменить какие-то большие участки костной ткани, которые, например, постоянно подвергаются большим нагрузкам? Ну, например, это какие-то части наших конечностей, ноги, руки. Тут полимером просто дело не обойдется, потому что кости должны быть все-таки жесткими. И вот тут можно создавать гибридные материалы. Это еще одно очень интересное направление, которое тоже вам советую сейчас запомнить на будущее. Сейчас уже тоже тренд за гибридами. Это соединение не просто двух материалов композиционным, когда вы смешали полимер металл, и вот что-то у вас такое однородное получилось. Это соединение сразу двух различных структур в единую. И вот на этой фотографии перед вами имплантат, который внутри состоит из пористого полиэтилена, а внешний слой сделан из пористого металла, переходящий в сплошной опять полиэтилен. То есть идет полиэтилен, металл, полиэтилен. И вот такие структуры уже могут выдерживать очень большие нагрузки. Но если с полимерами мы уже с вами посмотрели по механическим свойствам, все в порядке, то с металлами не все так просто. Для того, чтобы идеально попасть в структурки, которые отмечены кругом, вот этим раз-два, приходится очень сильно модифицировать металлические структуры, создавать тоже определенную пористость, определенную геометрию пор для того, чтобы идеально соответствовать природным структурам. Но сейчас удалось наконец это сделать. И вот так вот выглядят титановые пористые имплантаты, которые были напечатаны на 3D-принтере. Есть еще одна важнейшая проблема, о которой я уже говорил. Это вот эти 20% инфекций, которыми закачиваются хирургические операции. И что можно сделать, чтобы предотвратить развитие воспаления после хирургической операции? Ну, наверное, как-то убить бактерии, которые сели на поверхность имплантата после хирургической операции. И вот тут есть один классический подход и один новый подход. Классический подход – это нанесение просто на поверхность имплантата какого-нибудь антибактериального покрытия. Но в чем проблема антибактериальных покрытий, антибиотиков? Ну, в том, что они убивают без разбора. Они могут влиять как на клетки бактериальных культур, так и на наши собственные клетки. Поэтому если антибиотика очень много на поверхности имплантата, ни к чему хорошему это не приведет. Это может привести даже к отмиранию окружающих тканей. Соответственно, если у нас слишком много на поверхности имплантата вот такого медицинского препарата, это плохо. Но что нам тогда нужно сделать? Нам надо сделать так, чтобы вот этот медицинский препарат выходил из имплантата постепенно. Вышел на поверхность, убил клетки, исчез. Еще раз порция вышла на поверхность, убила бактериальную культуру, исчезла. И вот это можно сделать с помощью технологии сверхкритических флюидов. Название такое очень жесткое, но и кажется таким немножко еретичным, потому что все привыкли думать, что флюид – это что-то такое, не знаю, аура, флюиды, магия. На самом деле флюид – это состояние вещества, что-то между жидкостью и газом. Если опять-таки останется время, я расскажу. Это потрясающая технология. И так вот, можно переводить вещество в это состояние между жидкостью и газом и заставлять его проникать даже в твердые материалы, даже в такие вот твердые, как я показывал. И вот в такой вот твердый кусок полиэтилена на самом деле вот здесь уже внесен антибиотик. И он находится не на поверхности, он находится внутри. Вот такой слой сейчас здесь подкрашен оранжевым. И он постепенно, в течение заданного времени, трех-семи дней, столько, сколько нужно после операции, чтобы ликвидировать бактериальные клетки, он будет выходить на поверхность и смываться. И вот перед вами стандартный такой опыт, биологический опыт по оценке вот такого антибиотериального эффекта. Справа расположены два диска, пропитанных антибиотиком. Вот здесь вот слева имплантат, такой, как я показывал, только маленький кусочек, который пропитан именно плотный сплошной слой, не пористый, а сплошной плотный слой антибиотикам. А вот имплантат без этого антибиотика. Вот эти вот круги, вот такая зона отчуждения, это как раз те места, где не выросла колония бактерий. И можно подбирать такие антибиотики, которые будут воздействовать на совершенно различные бактерии, грамм положительные, грамм отрицательные, даже на грибки. Вот так вот это выглядит на различных бактериях, в том числе на еколе, на кишечной палочке. Везде наблюдаются вот такие зоны отчуждения вокруг вот такого будущего имплантата. Соответственно, он действительно может какое-то время, 3-7 дней после имплантации защищать организм от бактерий. И вот так вот выглядят совершенно разные имплантаты по своим функциональным характеристикам, которые потенциально можно применять для замены участка в костной ткани. И это все имплантаты, на которых реализован подход биомиметичности. И вот как это было уже, например, вживую сделано, это реальное применение в ветеринарии. И собаки имплантировали вот такой вот кусочек, как я показываю, в отсутствующую часть на лапе. И собака уже буквально через пару дней после операции могла ходить, и сейчас она уже 12-13 месяцев ходит с таким имплантатом, и у нее все хорошо. И он, как показывает рентгеновский снимок, пророс насквозь тканями организма, что как раз и позволяет делать пористость имплантата. Но это я все говорил о таких материалах, которые постоянно присутствуют в нашем организме. Их иногда называют биоинертными материалами, просто биосовместимыми материалами. Ну, в общем, это те материалы, которые не исчезают в процессе своей эксплуатации в организме. Но часто возникают такие случаи, когда требуются временные имплантаты. И тогда применяются биорезорбируемые материалы. То есть это те материалы, чаще всего это полимеры, которые постепенно рассасываются в течение какого-то определенного срока. Когда это нужно? Ну, часто это может быть нужно в эстетической хирургии, когда надо было, например, заменить часть переносицы. И когда, в принципе, собственных ресурсов организма достаточно, чтобы восстановить кость, но чтобы пока какое-то время, какой-то имплантат, он воспроизводил нос чисто эстетически, но потом имплантат рассасывается, а на месте этого имплантата вырастает новая костная ткань. Может быть, также это детская, чельственцевая хирургия. Это наиболее важная область именно для применения биорезорбированных материалов, потому что если потребовалась имплантация маленькому ребенку, то ему нельзя ставить какой-то пожизненный имплантат, потому что он растет, и постоянная, например, титановая пластина будет мешать развитию, например, черепа. Приходится тогда производить несколько операций по замене этой имплантации, пока ребенок растет, либо как-то откладывать эти операции. То есть есть очень много проблем, связанных именно с отецкой чельственцевой хирургией. И в материаловедении есть такое мнение, что действительно будущее именно за биорезорбируемыми материалами. И они будут постепенно рассасываться в течение того, как ребенок растет, и пока он растет, а кости у детей срастаются очень хорошо, у него будет вырастать своя собственная костная ткань. И в принципе сейчас самые распространенные – это именно биорезорбируемые полимеры, сделанные на основе различных природных веществ. Есть такие две глобальные области, вообще их больше, но самые две популярные – это производство биополимеров из растений, например, из кукурузы. Делаются из растений такие известные полимеры, как полилактит. Это полимер, который рассасывается в организме и распадается на молочную кислоту. А молочная кислота, как вы знаете, и так присутствует в нашем организме. Когда, например, в качалочку пошли, покачались, мышцы болят. Почему болят? Ну потому что выделяется молочная кислота. В принципе, это то вещество, которое и так у нас присутствует. И оно не повредит при рассасывании. Следующее направление, как можно делать биополимеры, это полимеры из бактерий. И вот перед вами такая вот бактериальная клетка, внутри которой синтезируются прямо внутри бактерий такие вот полимеры. По-простому говоря, бактерии кушают, и потом продукты их жизнедеятельности – это и есть биополимеры. Вот так, например, производят очень известный в медицине полимер, который называется полигидроксибутират. Ну, опять-таки, это можно не запоминать, просто это очень важный в медицине полимер, который как раз очень хорошо осваивается в России, потому что в России есть мощнейшая школа, такая биохимическая, в Красноярске, где как раз и развивается применение именно полигидроксибутирата. Итак, вот, на таких вот материалах биорезорбируемых тоже можно применять методы биомиметики и воспроизводить, например, пористую структуру костей. И такая структура будет действительно постепенно рассасываться и прорастать костной тканью. И вот перед вами кусочек имплантата до имплантации, а вот после того, как он был имплантирован подопытному животному. Причем видны даже части тканей, потому что его не удалось отсоединить от ткани, потому что они очень глубоко внутрь имплантата проросли. Но видно, что форма имплантата стала другая, потому что на 30% в течение месяца его площадь поверхности уменьшилась. То есть можно прогнозировать, что в течение нескольких месяцев, года, иногда и полутора имплантат уйдет из организма и заменится тканями организма. Это же можно применять и, например, для стоматологии. Пока этого сейчас нет, но ведутся разработки. Дело в том, что при каких-то сложных заболеваниях приходится восстанавливать не только утраченные зубы, но и часть, например, челюсти. И как сейчас, например, часть челюсти можно восстановить? Туда часто засыпают порошок гидроксиапатита, чуть попозже расскажу, что это, который помогает восстанавливать костную ткань. И потом, когда была укреплена часть челюсти, десна, вот тогда уже ставится штифт, накручивается зуб. То есть это такая длительная череда операций. Но, в принципе, можно, используя подходы 3D-печати, сразу же воспроизводить вот этот сложный дефект, либо ставить в него какие-то укрепляющие структуры, которые постепенно будут рассасываться и заменяться костной тканью. И вот такие материалы чаще всего делаются из биорезорбируемых полимеров, например, полилактида, который на молочную кислоту распадается, и гидроксиапатита. Что такое гидроксиапатит и почему он так важен? Вообще, в принципе, наша костная ткань из чего состоит? Из каких химических элементов? Кальций, фосфор. Да, вот кальций-фосфор – это и есть основа нашей костной ткани. Вот это кальций-фосфатное соединение называется гидроксиапатит. И, в принципе, наша кость состоит из гидроксиапатита и коллагеновых волокон. Коллагеновые волокна создают упругость кости, а гидроксиапатит, наоборот, твердость. И вот это все можно смешивать в единый композит, из этого композита воспроизводить некие структуры, которые могут потом упрочнять челюсть. Ну и вот мы добрались до 3D-печати, о которой я уже говорил. 3D-печать, вот эти технологии, они позволяют воспроизводить прям целые органы. Сейчас, конечно, только пытаются воспроизводить какие-то сложные мягкие ткани. Вот, например, у наших коллег из Сколково им удалось с помощью 3D-принтера вырастить небольшую маленькую часть щитовидной железы для мышей. И, в принципе, это работает. То есть, может быть, лет через 20, может быть, 25, и на самом деле это все очень сложно, можно будет выращивать целые органы. Но сейчас то, что уже применяется, что можно делать, это 3D-печать все тех же костей. Потому что кость, в отличие от каких-то сложных органов, печени, почек, она все-таки имеет более простое строение, которое можно все-таки воспроизводить при текущем разрешении 3D-принтеров. И так вот, какова может быть ситуация? Вот у человека есть какой-то костный дефект. Ну или, например, вот. Есть череп, у него часть пробита. Можно с помощью компьютерной томографии сосканировать вот это место и получить изображение, объемное изображение, которое можно вертеть, и перевести в 3D-модель. И по вот этой 3D-модели сделать как бы слепок и напечатать уже вот эту дырку, отсутствующую дырку. Причем, так как мы имеем 3D-модель реального дефекта, мы можем с восхитительной точностью воспроизвести все нюансы поверхности. То есть можно под какой-то вот такой сложный дефект напечатать, вот то, что мы сделали, напечатать на 3D-принтере из биорезорбированного материала кусок, потом его вставить, как такую заплатку, посадить, например, на костный клей, и потом это будет уже стоять в костной ткани. Но сразу скажу, вот такие вот крупные куски биорезорбированными материалами не меняются. Дело в том, что у всех биорезорбированных материалов есть одна очень большая проблема. Очень сложно предсказать, где они начнут рассасываться. Дело в том, что мы не можем сразу сказать, что материал начнет рассасываться при контакте с организмом где-то здесь, где-то здесь, либо вообще посерединке. Потому что имплантат, он все-таки окружен тканями организма, он взаимодействует с организмом, омывается жидкостями некими, через него могут прорастать кровеносные сосуды и так далее. И он может впитывать вот эту влагу, и по действиям влаги происходит процесс гидролиза, и он начинает разваливаться, этот полимер. Если он вдруг, если это большой кусок имплантата, и он разваливается где-то внутри, это очень плохо, потому что он может просто взять и провалиться внутрь. Этого нельзя, естественно, допустить. Поэтому сейчас то, что делаются операции, обычно это операции на небольших кусочках, вот как на таком. Это напечатанное на 3D-принтере, маленький кусочек имплантата, тоже с пористостью. Но это примерно где-то 2 кубических сантиметра. Вот такое можно делать, и это делается обычно для какой-то эстетической хирургии. Хотя вот недавно китайские коллеги опубликовали статью, где детям заменили часть ушной раковины, причем очень большую часть. И они используют такой материал, как поликапролактон. Это тоже биорезербируемый материал и достаточно дешевый. Но с помощью вот этих подходов 3D-печати, да и, в принципе, с помощью традиционных еще подходов, можно создавать так называемые клеточно-инженерные конструкции. Еще их называют биоинженерные конструкции, когда сразу же в одном имплантате, в одном материале соединено и живое, и неживое. И вот такие напечатанные структурки, как я показывал, они в иностранной литературе, да и, в принципе, у нас в России, тоже называются скафалды. То есть это некий каркас, на который может заранее нарастать ткань, какая-либо нужная ткань. Что делается? Вначале по заранее сделанной 3D-модели печатается из нужных биорезербируемых материалов, например, сполилактида и гидроксиапатита, какой-то имплантат. Потом этот имплантат помещается в пробирку. Берется проба костного мозга у человека, к которому нужно провести хирургическую операцию. Если это не срочная, естественно, операция, а плановая, например, в течение двух недель. То берется часть клеток костного мозга и культивируется в пробирке. Вот в костном мозге есть так называемые мультипатентные мезонхимальные стромальные клетки. То есть это те клетки, которые еще такие неопределившиеся. То есть они на ранней стадии дифференциации. Они еще не знают, кем они будут. Они могут стать клетками хрящевой ткани, могут стать костью, могут дифференцироваться и помогать прорастать кровеносным сосудам. Но пока они еще не знают, кем они будут. И можно вот эти клетки из костного мозга выделить и культивировать их вместе с таким каркасом, скафолдом в пробирке. Клетки будут садиться на поверхность и прорастать потом, это называется пролиферация, прорастать внутрь пор и занимать все пространство. Вот так вот это выглядит под микроскопом. И в чем тут как раз плюс 3D-печати? Дело в том, что мы можем с очень хорошей точностью воспроизводить рельеф, причем рельеф микрорельеф. И вот так вот выглядит поверхность имплантата под микроскопом. Это такие маленькие шероховатые линии. И вот за эти линии могут очень хорошо цепляться вот эти клетки, которые еще не решили, кем они будут. Если они прицепились, произошла адгезия, то они могут делиться. Они делятся и постепенно начинают дифференциацию туда, в тот тип ткани, который нам потенциально нужен. Естественно, это не очень просто, но можно с помощью различных так называемых факторов роста заставлять клетки дифференцироваться именно туда, куда нам нужно. Чаще используются так называемые белковые факторы роста. Это такие белки, которые помогают клеткам находить свой жизненный путь. То есть такие как преподаватели в университете, которые помогают неопределившимся студентам становиться тем, кем все-таки нужно, а не кем-то еще. Но, к сожалению, это не всегда происходит как в жизни, так и в медицине. Иногда клетки могут дифференцироваться не в то, что нужно. Но вот следующая область, крайне интересная, это область так называемых умных материалов. И одним из ярчайших примеров умных материалов являются материалы с памяти формы. Вот такие материалы с памятью формы были предсказаны еще достаточно давно. Еще в 1948 году советские металлурги Курдюмов и Хандрос предложили сплав, который может изменять свою форму. Я чуть поподробнее об этом расскажу. И вот только потом в 1962 году был создан самый известный сплав с памятью формы, так называемый нитинол, названный так по первым буквам НИ – никель, ТИ – титан, то есть это никель-титан, который образует сплав. И нол – это аббревиатура лаборатории морской артиллерии США, где как раз был получен этот сплав и запатентован. И в чем суть вот этого эффекта? Твердые кристаллические тела, как вы знаете, они состоят из упорядоченных атомов. Атомы упорядочены в кристаллические решетки. И вот есть некая кристаллическая решетка. Она называется мартенсит. Это можно не запоминать, просто есть некое упорядочение атомов. И вот мы эти атомы, то есть этот материал, этот кусок сплава можем продеформировать, например, как-то растянуть и загнуть. И, соответственно, мы изменим положение этих атомов в пространстве в кристаллической решетке. Но если мы возьмем обычную проволоку и ее продеформируем, вот, например, у меня проволока, ее как-то продеформируем, то, в принципе, она всегда вот такой деформируемой и будет оставаться. Но если это материал с памятью формы, то все равно, что бы мы с ним ни сделали, он все равно будет помнить, что когда-то он был другим, он был прямой проволокой. И он может вспомнить эту свою предыдущую форму, если как-то его активировать. И вот память формы в металлах с памятью формы активируется при нагреве. При нагреве, когда меняется кристаллическая решетка материала. И вот когда-то она была вот такой. Это называлось мартенсит. Но при нагреве выше определенной температуры, в данном случае выше где-то 37-40 градусов, материал, в нем атомы перестраиваются вот в такую кристаллическую решетку. И когда они перестраиваются, они заставляют металл воспоминать, восстанавливать свою форму. И вот перед вами вот эта проволочка, которую я вот так вот как-нибудь со мной продеформирую. И возьму зажигалку, буду нагревать. Всем видно хорошо? Или как-то лучше на фоне чего-то, да, наверное? Не видно? Ладно, ну, на фоне экрана. Видно? Вот, видите? Под действием температуры она восстановилась. Я могу ее еще раз как-то смять и опять нагреть, и она опять будет восстанавливаться. И вот этот эффект памяти формы сразу же придумали применять в медицине. А где? Ну, например, в создании специальных клипс, которые по действиям тепла человеческого организма начинают изменять свою форму. И вот такие клипсы нужны, например, в ходе хирургических операций для пережатия кровеносных сосудов. Поставили на кровеносный сосуд, материал вспомнил свою какую-то предыдущую форму, форму закрытую, и начинают по действиям тепла организма закрываться, пережимая кровеносный сосуд. Кровь не идет, операция прошла. Охладили этот сплав, раскрыли, убрали. Кровь дальше идет. С помощью вот таких же нитиноловых нитей, материалов можно делать стенты. Стенты для кровеносных сосудов позволяют восстановить кровоток. Вначале вводится, например, ниточка, вот такая, как я показал, в кровеносный сосуд. Потом нагревается, под действием организма вспоминает свою изначальную форму, а изначальная форма у нее могла быть в виде спиральки. И она, сворачиваясь в спиральку, начинает расталкивать стенки кровеносного сосуда и восстанавливается кровоток. Таким образом ставятся еще некоторые ортодонтические скобы, некие крепежные штифты для зубных протезов тоже ставятся, которые в десне крепятся якорным типом. Вначале есть такой закрытый штифт, его поставили внутрь, в десну, и он начинает под действием тепла вот так вот раскрываться, и как якорь зацепляется за кость. И уже такой имплантат прочно сидит. Но в полимерах, как оказалось, тоже есть вот такой вот эффект памяти формы. Причем тут он немножечко другой. Объяснить вам немножко можно по-разному. И вот представьте, что у нас была когда-то вот такая вот структура молекул, некий клубок. И представьте, что этот клубок окружен неким желе. И вот мы его растянем, а потом вот это желе, которое вокруг него, мы его заморозим. Замороженное желе не даст молекулам вернуться обратно. То есть это как будто бы пружина, находящаяся в желе. Но если вы это желе отогреете, оно станет мягким, податливым, и отпустит пружинку, и пружинка сомкнется. Вот это и есть объяснение эффекта памяти формы в полимерах. Причем эффект памяти формы в полимерах, он очень выраженный. Если металлы можно деформировать только на 8%, после чего они начинают восстанавливать свою форму, то полимеры можно деформировать на сотни процентов. И даже после такой колоссальной деформации они могут вернуть свою форму изначально. Причем металлы могут быть активированы только температурой, в то время как полимеры могут быть активированы не только температурой, но и изменением влажности, под действием ультрафиолетового излучения, ультразвуком и так далее. То есть возможностей очень много. Поэтому они сразу нашли свое применение тоже в медицине. И вот такой кусочек, как я вам показывал, он как раз сделан из материала с памятью формы. Мы его сжали, продеформировали, а потом поместили в воду. Воду нагрели, и он восстановил свою форму, обратную форму вот такого прямого столбика. Причем вот такую операцию вот так вот можно сделать много раз. Восстанавливать его форму. Причем восстановление достаточно быстрое. Это порядка где-то 20 секунд. И уже предложено применять вот такие полимеры с памятью формы в роботизированных захватах. Это такой пока что из научных статей примитивный пример, но можно по идее захватывать какие-то, например, и в принципе это уже начали делать, камни в мочеточниках, их удалять с помощью материала с памятью формы. Можно делать тоже различные фиксации на кроменосные сосуды. Либо вот перед вами биодеградируемые стенты, которые могут помещаться как раз через мочеточник, проходят в, например, в мочевой пузырь, изменяют свою форму, раскрываются, там выполняют нужную свою функцию, а после этого уже постепенно рассасываются и уходят из организма. Пока это, я не уверен, что это еще прошли все клинические испытания, но это то, что сейчас есть. Это такой, скажем, передний край вот такой вот науки, именно материаловедения. И вот этот эффект памяти формы на полимерах можно использовать для создания самозаживляемых, самозалечивающихся материалов. Допустим, у вас есть вот такой имплантат, это все тот же, который я показывал. И вот вы его поставили в организм и ходите, ходите, ходите. По действиям циклических нагрузок и у вас пошла расти трещинка. Но состояние трещины – это не то изначальное состояние материала, которое он когда-то помнил. Он помнил себя еще молодым, еще без трещин. Вот после циклической нагрузки этот материал. Вот пошли трещины расти. А вот мы его стали нагревать выше температуры активации эффекта памяти формы, и трещинки начинают становиться уже и зарастать. Мы предполагаем, что это можно как раз использовать для такой малоинвазивной процедуры лечения протезов. Если вдруг лечащий врач обнаружил в них какую-либо трещинку. А вот как уже делали наши китайские коллеги. Они с помощью полиуретана, тоже вот такого весьма попсового материала, создали протез, поставили его в костный дефект, предварительно в сжатом виде, нагрели, он вернул свою изначальную форму и встал очень плотно в костный дефект, без всякого клея, просто за счет того, что он стал расширяться и повторять окружающие стенки костной ткани. И вот так это на видео выглядит после срастания с костной тканью. Но есть еще один такой передний край науки. Это создание сверхпрочных материалов для медицины. И самыми прочными материалами являются волокна. Волокна все того же самого полиэтилена. И вот мы с вами говорили о клубке нитей. Но, в принципе, есть еще один метод, как помимо удлинения молекул либо их сшивки сделать материал еще прочнее. Как мы говорили, если мы клубочек вот так в стороны растаскиваем, то мы не рвем отдельные нити. Но потенциально вот эта энергия связи внутри этих нитей, внутри молекул, она очень высокая. Ее можно реализовать. А как? А надо просто заставить все нити работать, когда мы растаскиваем вот этот клубочек нитей и рвем вот этот мнимый материал. Надо, соответственно, сделать так, чтобы каждая ниточка была вытянута, ориентирована. И вот тогда они уже все вместе начнут работать. То есть можно из вот таких вот нитей, из клубка сплести какое-либо изделие. То есть одно дело, у нас есть клубок, он непрочный. Из этого клубка нити сплели шарф, и шарф стал прочный. И вот это можно сделать только на уровне молекул. Это называется ориентирование. Молекул ориентационная вытяжка. И вот самым прочным материалом, самым прочным макроматериалом в мире, созданным человеком, является сверхвысокомолекулярный полиэтилен, но в ориентированном состоянии. Это волокна. И вот они вот так вот выглядят. Это вот они. Это самый прочный в мире материал. И вот есть такая известная картинка. Это вот как представить, что прочнее. Вот если взять стальной трос и подвесить его к некому виртуальному вертолету и поднять, то через 25 километров он порвется просто под своим весом. Если поднять трос из углеродных волокон, из которых сейчас, например, делаются тоже многие протезы, либо делаются целые автомобили, вот, например, гонщики Формулы-1, они ездят на болидах, сделанных из углеродных волокон, из углепластика. И вот если углеродное волокно подвесить, оно порвется через 195 километров под своим весом. Далее через 235 километров порвется арамидное волокно. А арамидное волокно всем известно под торговой маркой Кевлар. Кевлар – это тот материал, из которого делаются большинство бронежилетов в мире. А вот сверхвысокомолекулярный полиэтилен порвется через 400 километров под собственным весом. Вот именно, кстати, поэтому волокнами полиэтилена в первую очередь интересуются военные всего мира. Из него уже начали выпускать бронежилеты. Эти бронежилеты действительно еще лучше, чем арамидное волокно. И это, кстати, еще такой плюс полиэтилена в чем? Он совершенно не гигроскопичен. Он совершенно не намокает и не впитывает в себя влагу. Поэтому, когда, например, боец в бронежилете упадет в воду, но это будет бронежилет из арамидного волокна, то пока бронежилет не высохнет, он может быть прострелен. Полиэтилену все равно. Он вообще не впитывает в влагу. И при этом он остается очень прочным. И вот в медицине из него уже начали выпускать, из него делают фиксаторы суставов. Это такие как бы искусственные связки, но при этом колоссально прочные. И имплантаты для спинальной хирургии. Иногда бывают такие ситуации, когда, например, после какой-то грыжи приходится зафиксировать несколько позвонков, и чтобы они никак друг отнесли на друга не перемещались. И вот эти два позвонка фиксируют чаще всего пока что такими титановыми клеточками, которые держат два позвонка. Но титан, как вы помните, я говорил в начале лекции, это материал, который обладает большим модулем упругости. Он более прочный, чем кость. Но поэтому он может ввести к разрушению костной ткани. То есть металл на границе с костной тканью – это не очень хорошо. Но полимеры, полиэтилен, он очень мягкий, он гибкий, но при этом он очень прочный. Из вот таких вот ниточек делают вот такие скрутки, которые наматывают между позвонками для того, чтобы их держать. Вот такое небольшое отступление. Этот полиэтилен, сверхвысокомолекулярный полиэтилен, волокна, они стали настолько уже сейчас популярными в мире, что помимо медицины они нашли кучу применений, не только в военных, это каски, бронежилеты, но и антипорезные перчатки. Дрогущие паруса яхт делаются уже из этого полимера. Во-первых, потому что они намокают, во-вторых, они прочные. Ну и корабельные канаты. И вот, может быть, помните, лет, наверное, 7 назад была трагедия Коста-Конкордия, когда у берегов Италии затонул лайнер большой. Его водоизмещение было около 10 тысяч тонн. И его пытались сначала вытащить, привести в вертикальное положение стальными тросами. И тросы рвались. Но тогда взяли тросы, сделанные из волокон сверхвысокомолекулярного полиэтилена, и только вот этими тросами смогли его вытащить. То есть вы можете представить, какая колоссальная прочность стоится в этом материале. Если вы можете управлять его структурой, вы можете управлять его свойствами. Ну и поэтому, как я уже сказал, естественно, он применяется и в медицине, как в такой ответственной области. Но при этом полиэтилен — это материал с памятью формы. Вот у нас был кубик полиэтиленовый. Мы его сжали, нагрели, и он после сжатия мог восстановить свою форму. Вот так это происходит при нагреве. Постепенно вырастает, вырастает, вырастает по мере прогрева и становится обратно таким, каким он был. И вот этот эффект памяти формы в полиэтилене было предложено применять для создания искусственных мышц. Как раз тех мышц, которые по своей структуре имитируют мышечные волокна. И вот из полиэтиленовых волокон, мало того, что они прочные, так еще с памятью формы, можно создавать вот такие вот скрутки, такие подобия мышц, которые при нагреве начинают сокращаться за счет эффекта памяти формы, а при охлаждении, наоборот, распрямляться. И вот одна вот такая ниточка, как показано на картинке, она может поднять груз весом в тысячу раз больше собственной массы. То есть ниточка, вот эта ниточка была массой где-то 50 миллиграмм, но она подняла гирю весом 50 грамм. Соответственно, если мы объединяем несколько таких ниточек в пучок, они могут поднять и килограммы. И, соответственно, вот тут примерно такой вот небольшой пучочек мышц может поднять груз где-то в несколько десятков килограмм. То есть это вполне как раз имитация природных мышечных пучков, как у человека. Вот как нами было продемонстрировано вот этот эффект. На этом видео видно. При нагреве материал полиэтилен, сверхвысокомолекулярный полиэтилен сокращается и ниточка поднимает гирю. Вот так это выглядит при увеличении. При охлаждении она опять распрямляется, опускает эту гирю. Вот уже с нашими коллегами, совместно с компанией Моторика и Сколково, мы предложили применять вот такие пучки искусственных мышц для создания внешних протезов. Вот эта просто компания, она не делает детские протезы, но протезы, которые роботизированы, они чаще всего сделаны с помощью различных электроприводов. Но у электроприводов есть одна большая проблема. Это массогабариты и, соответственно, зависимость от каких-то специальных источников питания. Мышцы же, искусственные мышцы, работают исключительно на одном нагреве, на эффекте памяти формы. И вот если объединять вот такие мышечные искусственные волокна в пучки и подводить их к каждому пальцу, то можно заставлять протез двигаться. Причем нагрев можно, как я уже говорил в полимерах, осуществлять различным методом. Можно прямой нагрев воздухом, а можно электрическим током. И вот как это выглядит. Сверху нагрев электрическим током производится, палец сгибается, а вот нагрев просто теплым воздухом, просто феном греем, и начинают сгибаться пальцы такого протеза. Пока это все еще разработки, которые не вышли из лаборатории, но это вот тот вот передний край науки, который мы уже практически достигли. Причем вот такие вот волокна можно применять и в других областях медицины. Есть такая большая проблема у людей, у которых либо сидячий образ жизни, либо их работа, в принципе, связана с постоянным сидением на стуле, а это чаще какие-то, например, авиадиспетчеры, либо просто офисные работники, которые по 8 часов сидят за компьютером, у них начинают затекать ноги, потому что идет все-таки плохой кровоток. А если человек, например, постоянно путешествует, постоянно в перелетах, там Москва-Нью-Йорк, Москва-Сеул, то он по 10, по 12 часов находится в самолете в определенном одном положении. У таких людей часто очень болят ноги. И таким людям часто прописывается компрессионная одежда, которая позволяет держать некий тонус кровеносных сосудов. И в зависимости от показаний медицинских, это либо очень жесткая компрессия, либо помягче. Например, спортивная одежда тоже делается часто компрессионной, чтобы можно было поддерживать тонус. Ну вот, с помощью мышц можно, вот этих искусственных мышц, создавать вот такой градиент для потока крови. Можно вставлять искусственные мышцы в, например, какую-то ткань, в носочек, например, и настроить их так, чтобы они сокращались постепенно, например, сверху вниз, сверху вниз, как бы массируя ноги и улучшая кровоток. Как раз только две недели назад мы получили патент на вот эту разработку. И, может быть, как раз уже в скором времени начнется применение и вот этих искусственных мышц и для создания компрессионной одежды. Но одной компрессионной одеждой и внешними протезами это не ограничивается. Это может быть какая-то роботизированная микрохирургия, это могут быть экзоскелеты. В принципе, множество медицинских применений, где нужны какие-то точные движения, могут быть осуществлены с помощью таких искусственных мышц, аналогов наших природных мышц. То есть применяется вот тот самый подход, о котором я говорил, подход биомиметики. Ну, если кратко, то все, что я хотел сказать сейчас. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. На самом деле это небольшая часть того, что можно рассказать о материаловедении, о биомиметике. Так что задавайте вопросы. Давайте поблагодарим нашего лектора за интереснейшую просто лекцию. Это было очень интересно. И если у вас есть вопросы, поднимайте руки и держите их. Отлично. Здравствуйте. Спасибо большое. Можно сидя. Я ходила на лекцию Романа Деева, который занимается стволовыми клетками. Он говорит, что, к сожалению, успехи в части выращивания тканей пока скромные. Не знаю, как насчет костей, но всякие органы туго идут из-за того, что не растет в 3D. Из-за того, что плоско на чашке вырастает нормально один слой, а дальше поднять его в 3D не удается. Есть какие-то в этом смысле подвижки? Не в костях, а во всем остальном. Спасибо за вопрос. Это очень правильный вопрос. Я уже начинал чуть-чуть говорить об этом. Сейчас развивается этот подход 3D-биопечати, 3D-биопринтинг. Когда это все выращивается не на плоскости, не на подложке, а делаются такие микрокапсулы, которые внутри себя содержат уже клетки. И вот эти капсулы с клетками можно с помощью 3D-принтера выкладывать, ну, как кирпичики, как конструктор Лего, друг на друга. И потом в некой питательной среде эти капсулы начинают сращиваться, клетки начинают обмениваться внутри этих капсул, ткань начинает развиваться. И вот пока с помощью вот этого метода удалось напечатать только маленький кусочек щитовидки. К сожалению, пока только этим все и ограничивалось. И это колоссальная действительно проблема, потому что в 3D очень сложно заставить клетки расти так, как нам нужно. Если на подложке мы действительно это научились, но в 3D вот пока небольшие кусочки и то для щитовидки маленькой мышки. Но раз уже удалось это сделать для маленькой мышки, возможно, лет, на мой взгляд, через 20-25 это удастся сделать и на каком-то более крупном органе для человека. Дело в том, в чем проблема еще замены 3D-печати именно целых органов. Мы должны не просто воспроизвести форму этого органа, мы должны заставить его работать. То есть если это какая-то специфичная железа, то она должна вырабатывать те вещества, которые она должна по своей функции вырабатывать. И пока сложно заставлять клетки работать именно так, как нам хочется. Потому что, как я уже сказал, те же самые мезонхимальные, стромальные клетки, они находятся на ранней дифференциации, и они еще не знают, кем они будут. И очень сложно заставить их быть тем, кем им нужно быть. Костью, кровеносными сосудами или хрящевой тканью. Есть все-таки сейчас различные подходы, которые развиваются, и, кстати, очень успешно развиваются в России, но они пока далеки от применения уже в клинике. То есть пока это все не выходит за рамки лабораторий. Но, тем не менее, пока это есть, и надежды, что это будет развиваться, они очень хорошие. Спасибо. Спасибо за лекцию. И у меня такой вопрос, очень футуристичный. Но возможно ли будет как бы улучшение тела человека, не только замена каких-то определенных частей тела или костей, а именно улучшение? То есть эти материалы очень прочные, и все-таки они как-то могли бы пойти на пользу. Спасибо за вопрос. Нет, ну это отличный вопрос. Пока сейчас, к сожалению, не стоит вопрос для того, чтобы улучшить какой-то орган, хотя бы его просто возместить целиком без потери его функциональности. Но так как сейчас действительно создаются материалы, которые потенциально обладают гораздо большей прочностью, чем наш организм, то почему бы из таких материалов не выращивать целые органы, то есть тот же самый полиэтилен, его можно как-то и на целую большую кость как-то сделать. Но проблема в том, что пока это, например, мягкие материалы. То есть они могут как-то только скреплять что-то, как связки. Сложно из такого мягкого материала сделать твердую кость. Но вот, например, сейчас мы стали подсматривать некие природные структуры. Например, у морских водородов есть такой класс морских водорослей, у которых панцирь имеет природную наноструктуру, такие маленькие-маленькие дырочки из порядка где-то 10-15 нанометров. Это очень красивые такие целые архитектуры из дырочек. Но при этом вот этот панцирь, скелет этих водорослей является самым прочным природным материалом вообще в мире. Он просто колоссальную прочность имеет. и есть идея из этих водорослей выращивать целые органы, например, целые кости. Вот, может быть, и это удастся делать, но пока это на уровне предположений и начала исследований. Потому что мало просто взять, например, водоросли, сложить их в форме кости и заставить там делиться, расти и сращиваться. Надо попытаться с помощью, например, той же самой 3D-печати вот такими водорослями создавать вот эту особую пористость, вот особые архитектуры реальной, например, костной ткани. Только сейчас мы смогли подойти вот к этому разрешению пространственному, при котором мы можем печатать очень маленькие-маленькие структурки. Пока эти 3D-принтеры очень дорогие, и это как раз ограничивает возможности исследователей. То есть такие принтеры существуют, ну не знаю, там, это несколько единиц на целую страну. Но наука не стоит на месте, технологии развиваются, и сейчас, например, те 3D-принтеры, которые стоили около 300 тысяч рублей 4 года назад, сейчас они стоят порядка 50 тысяч рублей. То есть скоро это будут совсем такие настольные принтеры для игрушек, для детей. И, в принципе, такие принтеры уже поставляются в школы. То есть я думаю, все это будет действительно очень хорошо развиваться. Просто нужно некоторое время. Некий еще экономический показатель. Спасибо. Так, еще вопрос. Спасибо большое за интересный рассказ. Хотел вопрос задать. Все знаем, что импланты при имплантации должны быть стерильными. То есть их условия хранения должны быть стерильными. И, собственно, перед самой операцией изделия вскрывают, и затем врачи имплантируют. Скажите, пожалуйста, является ли стерилизация каким-то сдерживающим фактором при разработке? Да. Спасибо. Это очень важный вопрос именно в области материаловедения. Есть несколько подходов к стерилизации, которые утверждены, и которые все должны использовать. Первое – это просто выжигать бактерии, то есть большими температурами воздействовать. Например, это называется автоклавирование. При больших температурах бактерии будут умирать, все отлично. Если вы обрабатываете большими температурами металл, ну, ему все равно. Но если вы большими температурами обрабатываете какой-нибудь полиэтилен, ему совсем не все равно. Полиэтилен может нормально жить, существовать, где-то до 90-100 градусов. Потом он начинает терять свою форму, и ничего хорошего с ним не будет. А когда он по действиям температуры начинает как-то деградировать, в нем рвутся вот эти химические связи, на свободную связь прицепляется из воздуха кислород, такие имплантаты сразу желтеют, и уже не могут гарантировать тех механических свойств, которые им нужны. То есть, например, автоклавирование воздействия на температуру мы можем применять не для всех материалов. То есть, если полиэтилен – это очень круто, нагрев для избавления от бактерий не подходит. Есть еще один метод, наверное, самый распространенный – это радиационное облучение. Стерилизуемый объект, имплантат, подвергается воздействиям гамма-квантов, которые тоже просто разрушают бактериальные ДНК. И опять-таки, для металлов все окей, для полимеров не все окей, потому что та же самая проблема – химические связи рвутся, материал окисляется, деградирует, все плохо. Поэтому подбираются такие дозы, которые не дают материалу портиться, но при этом убивают бактерии. Есть еще одна интересная стерилизация, пока она не очень широко применяется, но я о ней расскажу. Это очень классная штука. Это стерилизация сверхкритическими флюидами, о которых я уже говорил. Как я говорил, сверхкритический флюид – это такое состояние между жидкостью и газом. И вот этот флюид, он может проникать в различные места. И можно брать обычный углекислый газ. Сейчас я это покажу. Обычный углекислый газ. И под давлением примерно 76 атмосфер и при небольшой температуре 31 градус Цельсия. Он становится и не газом, и не жидкостью, а флюидом. Вот сейчас он флюид. Если сбросить давление, сейчас это будет, при сбросе давления он опять становится другим. И вот у вас постепенно сейчас выпадает такое облачко, которое становится жидкостью. И вот облачко превратилось, и вот там видна жидкость. И видна ровно граница между газовой фазой и жидкостью. Если вы опять будете поднимать давление, граница начинает размываться, и у вас уже нет ни газа, ни жидкости, есть флюид. И вот этот флюид, как я говорил, он очень хорошо может везде проникать. И можно этот флюид, углекислый газ в виде флюида, им обрабатывать будущие имплантаты. Вот перед вами как раз такие имплантаты, которые мы обрабатывали сверхклитическим углекислым газом, сверхклитическим диоксидом углерода. И вот этот флюид, он проникает через клеточные стенки, проникает внутрь к бактериям. Так как это всё-таки СО2, он взаимодействует с жидкостями внутри клеточной стенки бактерий, и образуется кислота. И эта кислота ведёт к понижению выживаемости бактерий. Это раз. Потом, если вы начинаете сбрасывать давление, то флюид превращается в газ. А когда он превращается в газ, он сразу начинает занимать большой объём. И он просто разрывает клеточные мембраны, вырываясь из них. И у вас уже на имплантате есть не бактерии, а их ошмёточки. И вот это называется взрывная декомпрессия, когда разрываются бактерии с помощью сверхклитического диоксида углерода в виде флюида. И вот это как раз можно использовать для стерилизации нежных имплантатов, сделанных из нежных полимеров. Спасибо. Вопрос. Спасибо, прежде всего, за очень доступное изложение. Несмотря на недостаточную образованность в данной сфере, было всё понятно. И вопрос связан с искусственными мышцами. Судя по кадрам, которые вы показали, самый главный недостаток — это скорость реакции. То есть это связано именно со свойством самого материала или с недостаточностью теплообмена. И какие есть варианты? Спасибо. Это очень важный вопрос, над которым мы сейчас как раз все эти месяцы бьёмся. Проблема — это теплоотвод и теплоподвод. В принципе, чем быстрее мы подводим температуру, тем будет быстрее реагировать. В принципе, материал реагирует сразу же, как только он нагрелся до нужной температуры. Значит, надо как-то очень быстро его нагреть. А как можно быстро нагреть? Ну, если мы греем просто воздухом, то пока нагреется воздух вокруг, пока температура проникнет внутрь материала, пройдёт некое время. Плюс, конечно, в том, что у нас мышцы тонкие, тонкие волокна, их не надо по объёму очень сильно прогревать. Но надо всё-таки греть его не прямым воздухом, а, например, электрическим током. Поэтому мы вводим в этот полиэтилен углеродные нанотрубки, которые как раз являются электропроводными. И при определённой концентрации они пропускают электрический ток, ведут к нагреву, и материал начинает разогреваться прямо изнутри. То есть, в принципе, решить вопрос нагрева можно. Он будет, материал будет разогреваться, и мышца будет реагировать гораздо быстрее, чем я показал. Конечно, пока медленнее, чем электроприводы, но быстрее, чем я показал. Второй вопрос – это а как убрать тепло? Вот проблема теплоотвода, она ещё сложнее, потому что когда нам надо охладить, мы же не можем стоять, дуть на эту мышцу. Надо как-то охлаждать. А как охлаждать? Есть идея, что можно охлаждать с помощью пластины на эффекте пельтье, как в холодильниках переносных. Это называется термоэлектрики. При пропускании тока в одну сторону они будут нагреваться, в другую – наоборот, охлаждаться. И вот так работают эти переносные холодильники, которые в автомобиле ставятся. И, соответственно, можно включить электрический ток, он начнёт охлаждать мышцу, и она будет, наоборот, распрямляться. Это пока такие конструкционные наши выдумки. Пока мы ещё, к сожалению, не пришли к чему-то оптимальному. И во всём мире пока нет какой-то оптимальной такой модели, как это решить, этот вопрос. И он очень важный. Спасибо. Ещё вопросы будут? Ну, видимо, нет. Да? Так, одну минуту до микрофона. Я хотел бы узнать, насколько ваши разработки уже практически, ну, в клинике, скажем так, внедрены. То есть насколько они доступны уже для широкого пользования. Спасибо. Если мы говорим именно о медицине, то пока это в ветеринарии. Потому что с ветеринарией, ну, тут немного всё проще, чем с людьми. Если мы создаём какой-то абсолютно новый материал, абсолютно новый имплантат, то мы должны, вынуждены по закону, проходить, естественно, все необходимые фазы клинических испытаний. А это достаточно долгий срок, который может длиться там где-то 3 года, 5 лет, у кого-то 7 лет. То есть это, на самом деле, очень долгий и затратный путь. Например, если до клиника она требует единиц миллионов рублей, то клинические испытания – это где-то 30, 40, 50, иногда и 60 миллионов рублей. Тут нужно дополнительное финансирование, конечно, и часто оно должно идти не только от государства, но и от каких-то дополнительных внешних заказчиков, кто заинтересован в выводе имплантатов на рынок. Понятно, что рынок человеческих имплантатов гораздо шире ветеринарии, но туда очень сложно по финансовым соображениям пробиться. Поэтому пока это ветеринария. Спасибо. Спасибо.